МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От официоза и от скуки – это достаточно острый и горячий вопрос. И подтверждение тому, буквально, события сегодняшнего дня, как многие, наверное, знают, СЕИМ собирается в срочном порядке запретить использование нацистской и советской символики, в том числе на праздничных мероприятиях. В срочном порядке – это в данном случае не просто характеристика, это особый порядок принятия законов, не требуется третье чтение для того, чтобы оперативно решить проблему. В данном случае депутаты это не скрывают, новый закон надо принять именно до 9 мая, чтобы 9 мая те, кто празднует эту дату, не могли использовать советскую символику. Ну, слава Богу, и нацистскую тоже. Но не только об этом мы поговорим сегодня. Я думаю, что тема достаточно обширная. Итак, в роли ведущей я, Светлана Гортованова, гости у нас в студии. Олег Рыбаков, генконсул Российской Федерации. Добрый вечер, даугавпилчане. Виктор Гейсик, генконсул Республики Беларусь. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Алексей Васильев, председатель Даугавпилского отделения Русской Общины Латвии. Добрый вечер. И Юрий Зайцев, член Оргкомитета по подготовке Дня Победы в Даугавпилсе. Добрый вечер. Итак, сегодня мы поговорим о 9 мая, о Дне Победы. И первый вопрос, который я хочу вам задать, уважаемые гости. Как вы думаете, почему в Даугавпилте с каждым годом этот праздник отмечают все шире, масштаб мероприятия растет буквально на глазах? После войны прошло 68 лет, и, казалось бы, уже все это должно немножко такой исторической пылью покрыться. Однако нет, не происходит этого. Ну, давайте начнем по порядку, Олег Валентинович. Как вам кажется, вы уже один раз были свидетелем, насколько я понимаю, этого события? Совершенно верно. В прошлом году я участвовал в праздновании этого святого для всех жителей этой планеты Земли праздника. Что я считаю? Что я считаю, что если бы действительно был этот праздник какой-то незначительный, если бы День Победы это было, ну, какое-то рядовое событие, то, наверное, бы он и сбывался. А сейчас то, что его каждый год празднуют все с большим и большим, с большим и большим участием людей, молодежи, это говорит о том, что действительно праздник всенародный, действительно он является праздником всех людей, всей молодежи. И жители Даугавпилса, города, который имеет прекрасную историю, в котором живут хорошие, добрые люди, и они все понимают, что этот праздник нужно отмечать, его нужно видеть, потому что, к сожалению, те соучастники событий, которые оставили свой след, оставили частичку своей жизни, здоровья в том событии Великой Отечественной войны, они, к сожалению, уходят. Но отрадно, что молодежь, дети, внуки этих людей живы и помнят своих предков. Это очень хорошо. Виктор Михайлович. Я бы сказал, что этот праздник, который, ну, как даже песня пелась, он со слезами на глазах был завоеван и большими жертвами. Наверное, сколько бы лет не прошло, как бы мы не хотели, как бы некоторые не хотели, я думаю, что он все равно останется и в сердцах людей, и в памяти. Будет он праздноваться 8 мая, где-то 9 мая, это не имеет большого значения. Главное, что он празднуется по всей Европе, в Европе, которая была втянута в одну из самых кровопролитных войн, которая принесла людям горе, страдания, и я думаю, что мы это не должны забывать. Я уже тоже третий раз, три раза участвовал, буду участвовать четвертый раз, празднование 9 мая, да, угопился. Но я могу сказать, что, на мой взгляд, он как был и три года назад, так и сейчас остается одним из таких важных событий в жизни города, потому что, если раньше собиралось больше ветеранов, которые, к сожалению, с каждым годом уходят, то сейчас самое приятное то, что сюда приходит много детей, приходит много молодежи, и это, прежде всего, наше уважение к тем людям, которые заявали для нас победу. И слава Богу, что уже 68 лет прошло с тех пор, но в Европе нет войн. Мы живем мирной жизнью, мы трудимся, мы ездим друг к другу в гости, мы уже давно помирились даже с теми же немцами, и я считаю, даже в Германии, когда я, помню, работал, что этот день все равно тоже отмечался, и теми гражданами Германии, которые, кто как участвовал в войне, но тем не менее, они помнят о том, что это не должно повториться никогда. И поэтому я бы хотел сказать, что праздник этот должен жить в веках. Прошу вас, Алексей. Я думаю, что такой массовости праздник достиг по нескольким причинам. Во-первых, наверное, люди помнят то время, когда... Ну, что там греха таить, праздник действительно запрещался. Наверное, люди помнят то время, когда практически никто не приходил 9 мая в Латвии в 90-е годы к памятникам Победы. И есть определенная, как бы, наш моральный долг определенный перед этим событием. И важно ведь и то, что человек не может без нравственной, моральной, собственной поддержки жить вообще на земле. И необходимо нам думать и о том, кто идет за нами, и о тех, кто шел впереди нас. И мы имеем, как бы, нравственные обязанности и перед своими родителями и дедами, и перед своими детьми. Поэтому, конечно, люди, понимая это, приходят. Все больше и больше приходят на праздник 9 мая. Юрий, пожалуйста. Ну, это, я думаю, генетическая память. Потому что, как можно забыть вот ту человеконенавистническую идеологию, которая вдруг пришла на нашу землю, не по нашей просьбе. И заполыхали печи Освенцима, у нас сало спился. Как это можно все простить, забыть. И я думаю, что именно поэтому, собственно, среди молодежи и появляются такие инициативы. Мы знаем, что недавно в городе Ирина Большакова, Николай Харламов, Валерий Ащенков инициировали акцию «Возродим вечный огонь». Юрий, мы про акцию поговорим еще. Я напоминаю свой вопрос. Почему все больше празднует? Сало спец, он как был, так и был. Ну, давайте мы посмотрим на социально-экономическую ситуацию в городе и в регионе. Чем больше город затирают, чем, посмотрите, вокруг ничего не работает, заводы стоят, промышленность падает. А если не падает, то сейчас находится в стадии... И при чем тут 9 мая, простите? Напрямую зависит. Дело в том, чем больше вот эта вот попытка простого человека затереть, превратить его интересы в пыль, в что-то ненужное, тем сильнее у него растет протест через тягу к своему прошлому. Причем, я бы сказал, великому прошлому, потому что именно наш народ выиграл в самой страшной и самой великой войне. Победил коричневую чуму. Давайте мы попросим наших видеоинженеров поставить сюжет и напомним, как у нас празднует 9 мая, и послушаем ветеранов. Празднование Дня Победы в Даугавпилсе становится все более масштабным. Еще недавно казалось, шествие ветеранов уйдет в историю, ведь большинству из них под 90. Но в колонне сегодня идут дети и внуки, и с каждым годом эта колонна становится больше. Война для таких, как Иван Николаевич Терехов, не история, а часть жизни. Мне пришлось служить все время на Балтийском флоте. Я вспоминаю один эпизод довольно очень страшного толка. Когда в разведку мы ушли 187 человек и попали полностью в окружение. Мы были уже в тылу врага. Это было ночное время. Начался сильный бой. Финны были подготовлены очень хорошо. И мы попали под сильный огонь. Мы не знали, кто ведет огонь по нас. И в последующий период времени я был пулеметчиком номер два на пулемете Аркадия Леонтьевича Ермошина. Это был сильный сибирский парень, отважный. Он попросил всю команду нашего пулемета, отступайте, я прикрою. И только благодаря ему вся наша рота, за исключением те, которые там погибли, мы начали отходить. Он взорвал себя и пулемет. Эта память у меня осталась на всю жизнь. В Латгалии сегодня живут около 600 участников Великой Отечественной войны. Эти люди неравнодушны к тому, что происходит вокруг. Сейчас ветераны вместе с другими общественными организациями готовятся к празднованию Великой Победы. У нас на учете 200 человек. 220. Вы, наверное, как никто лучше знаете, в чем сегодня нуждаются герои Великой Отечественной войны? Ну, я бы сказал, те, которые являются, так сказать, и участниками войны, фронтовики, здорово такой помощи, прежде всего, в лечебной. Это одно обстоятельство. Второе – это и в моральной поддержке. После войны прошло 68 лет, а в Латвии все еще между людьми проходит невидимая линия противостояния. Некоторые политики, в том числе президент Латвии Андрис Берзнич, призывают к примирению, пример которого должны показать те, кто воевал по разные стороны фронта. Примирение может быть только тогда, когда вы прекратите нас обзывать оккупантами. Это первое. Примирение будет перед теми, которые были вынуждены по тем временам служить в латвийских легионах. Но те, у которых руки в крови по локоть, те, которые были в салоспилсе, душили хатыни, душили партизан в Белоруссии. Мы ни в коем случае не можем примириться. Для них прощения нет, и Нюндверский процесс определил прямо о том, что военные преступления срока давности не имеют. Мы продолжаем нашу передачу. Напомню, что мы обсуждаем подготовку к празднованию 9 мая. И мы только что увидели кадры, это прошлогодние архивные кадры шествия. Но кому-то кажется, что так было всегда. Но я думаю, что многие, в том числе я, помнят совсем другие времена. Я очень хорошо помню 92-й год, когда не разрешили ветеранам шествия, и они все равно пошли. Ветеранов было еще много, колонна была большая, не было ни оркестра. Сначала им не дали даже машины сопровождения, то есть движение шло по улице. И они все равно шли. Людей очень мало, их встречало в парке. И это было такое, я не знаю, трагическое зрелище. И мне тогда казалось, что еще несколько лет, и это уйдет в историю. Однако мы видим совершенно другие события. Мне хотелось бы вас спросить, Алексей, я помню 99-й. Вы тогда с Соловьевым, если не ошибаюсь, вдвоем пришли в парк и устроили там концерт вдвоем. Это вот память меня не подводит, так и было? Не подводит, так и было. Действительно, в то время ни городские, ни тем более республиканские власти не были заинтересованы в сохранении праздника. Люди после развала СССР, напуганные и маргинализированные до Нельзя, практически перестали приходить на праздник 9 мая. Но ветераны шли, и оставлять их одних было, естественно, нельзя. И тогда было местным отделением русской общины Латвии, и за пчел принято решение о том, что будем помогать, ну, по крайней мере, в тех силах, насколько мы способны взять гитару в руки и петь военные песни. Ну, в общем, большого ума или финансового тут каких-то вложений не было. И надо сказать, что вот эти-то годы и были самыми тяжелыми, потому что вот в те годы ветераны уже тогда не ходили шествием, вот которое, скажем, в 92-м сохранилось. И действительно было похоже, что праздник все, погибает. Но что могли, то делали на тот период. Сейчас, конечно, дело другое, и подготовка, скажем, 9 мая, она уже перестает быть только натягиванием струн. Ну, тогда вы микрофон, там, по-моему, был микрофон. Да, но мы взяли такой... Палатка была какая-то или не была палатка? Абсолютно верно, небольшую. Ну, это как удавалось, потому что год на год не приходился, и когда-то удавалось палатку достать, когда-то не удавалось. Но микрофончик небольшой был, пару колонок, и вот ветераны, после того, как возлагали цветы у мемориала, они отходили к нам, мы стояли возле фонтанчика, вот в парке Дубровенка. И вместе пели. И вместе пели, да. Вместе с ветеранами, конечно. Юра, а вы когда вот первый раз оказались в этой колонии? Недавно, я так полагаю? Нет, очень хорошо. Помню этот случай, это был 95-й год, я был в первом классе, и даже помню ребят, которые со мной были, одноклассницы, одноклассников. Вы с учителем, наверное, пошли туда? Совершенно неорганизованно это было. Взяли цветы, родители дали, мы пошли и просто подошли, подарили, а дальше пошли дальше с ними, с ветеранами. И, собственно, вот до 2013 года дожили и продолжаем идти вместе. То есть вы так вот каждый год и ходите, да? У меня не было с того года никогда, чтобы меня не было. Может быть, раньше было, когда я был совсем маленький, я не знаю, скорее всего, мама водила, заложила, я думаю. Ясно. Ну, давайте вот обсудим последнее событие, наиболее актуальное, то, что сегодня происходит. Вот еще не до конца, правда, понятно, что, собственно, собираются запретить. Вот я вижу, что у нас господин Зайцев пришел с георгиевской ленточкой. Ну, я еще не знаю, запретят к 9 мая эту георгиевскую ленточку или нет. Входит она в понятие советской символики или нет? Ну, может быть, если вы считаете возможным прокомментировать господа дипломаты, скажут по этому поводу, как вы расцениваете такой шаг нашего парламента? Я считаю, что шаги должны быть обдуманы, особенно у политиков, особенно у тех, которые избраны народом, находятся в законодательном органе, и они должны принимать решения сначала хорошо-хорошо подумать о невыскоренном режиме. Что такое советская, что такое фашистская символика, наверное, объяснять не надо. Но я бы хотел задать господам из Сайма такой вопрос. А что, человек, который заслуженно получил награду, должен отказываться от этой награды? Он не может ее повесить себе на грудь и с этой награды выйти на улицу? Но ведь тогда получится, что он вышел на улицу с наградой, которая несет советскую символику. Если он получил награду, я уверен, что он имеет право. И вряд ли кто-то сможет ему сказать, сними эту награду, это будет очень некрасиво. Я хочу сказать еще один момент. История у всех государств, во всех странах, есть история, которая выражена в памятниках. На братских могилах советских солдат, на мемориалах, которые установлены, наверное, почти во всех городах и населенных пунктах Латвии, есть стеллы, есть памятники советским солдатам, погибшим здесь при освобождении Латвии от фашизма. На этих памятниках везде есть звезды. Могут быть другие символы. Что, их к 9 мая, если вот сейчас будет принято решение, будут срочно снимать? А как же тогда история? А как же тогда сохранение собственной истории Латвии? Ну и мне хотелось бы все-таки сказать, что те люди, которые когда-то сейчас могут проголосовать за необдуманные какие-то решения, пусть они подумают о том, что когда-нибудь люди следующих поколений откажутся от символики сегодняшних дней. Насколько люди, которые сейчас проголосуют, согласятся с тем, что сделают наши потомки. Историю можно переигрывать, но не стоит этого делать, не надо этого делать. И надо сильно подумать, прежде чем принять тот, либо другой законодательный акт. Господин Гейсик, готовы что-то добавить? Ну, я, во-первых, согласен полностью, что сказал мой коллега. От себя бы хотел сказать, что, конечно, запретить можно все. Можно запретить шествие, демонстрации, символику. И будет ли это иметь эффект, я сомневаюсь. Потому что мы уже знаем и по истории, мы знаем и своей личной жизни. Чем больше мы что-то запрещаем, тем оно становится более таким заветным, где людям хочется это все все равно показать. Конечно, если так говорить чисто еще по-человечески, то мне, конечно, в голову не приходит, что возможно запретить даже символику, которую люди действительно одевают на 9 мая или на День Победы. Потому что правильно сказал Олег Валентинович, что у людей награды, которые они заслужили, которые они завоевали, и они должны их носить всегда с гордостью. У меня приходит буквально, вот пришел сейчас в голову эпизод, в котором я лично сам принимал участие на территории Беларуси. В глубоком городе нашем небольшом, когда начало строительство, это был 2000-й год, мы откопали могилы немецких солдат, которые были закопаны в центре города. Это было случайно. Мы не знали, что делать с ними, там должен быть стадион. Их было очень много. И было единственное правильное принято решение руководством страны перезахоронить этих немецких солдат. Мы не знали, кто они были, были ли они там участники каких-то карательных экспедиций и так далее. Они все были перезахоронены. В этом принимали участие руководство города, области, а также ветераны наши, которые участвовали в боях. И выступая, я запомнился, выступление одного из ветеранов, великое честное война, который сказал, здесь похоронены солдаты. Солдаты, которые выполняли приказы, указания, я не знаю, что еще, или воинский долг перед своей страной. И как бы вот это почувствовалось такое примирение между умершими уже и живыми. И я думаю, что, кажется, даже не хочу называть какими-то словами, вообще к истории мы должны относиться очень и очень бережно. Если мы забываем историю, история потом нам будет мстить и следующим поколениям. Вот у меня все, что я хотел бы сказать. Я думаю, что еще наши участники наверняка согласны с этой позицией. И я хочу другой вопрос вам задать. Рождаются ведь и совершенно новые традиции на празднике 9 мая. Я замечаю несколько лет подряд, что приходят люди с портретами своих близких, кого уже нет. На правнуков одевают ордена боевые. По-разному относятся к этому, в том числе ветераны. Скажите, Алексей или Юрий, кто захочет сказать? Ну, Алексей, наверное. Вот как вы оцениваете такие новые какие-то явления? Это же никто не организует, насколько я понимаю. Или это как-то кто-то придумал? Вы и правы, и неправы. Здесь присутствует и момент организации, но, конечно, есть и волеизъявление людей. Ну, как остановишься? Я знаю, что ученик моей школы, Алексей Внуков, когда-то взял фотографию деда, его ордена, пришел на 9 мая. Ну, кто может человеку такое, скажем, запретить? Да, это же невероятно совершенно. А в чем элемент организации, вы говорите? Георгиевская ленточка, она, думаю, что все-таки не стихийно возникла. А, ну, конечно. Хотя где-то может быть, но у нас в городе этим мы занимаемся уже, наверное, ну, лет 5, как минимум, именно вот Георгиевской ленточкой. Кроме этого, скажем, это различные конкурсы для детей, допустим, для младших школьников «Нарисуй праздник 9 мая», или конкурсы для старших детей с последующей поездкой в Россию. И вот в этом, например, году мы посвятили одну из тем исторического конкурса теме победы на Волге под Сталинградом. И такие, как бы, вот радует то, что 9 мая обрастает какими-то символами, какими-то признаками праздника, да, то есть он становится очень многогранным, и это, конечно, радует. Алексей, вы все время говорите «мы», я хочу уточнить, «мы» — это кто? Русская община Латвии, конечно, прежде всего. И вот теперь, пожалуйста, Юрий, это вот совершенно новейшая, что называется, акция, которую предложили представители молодежной только что созданной организации, и они хотят возродить вечный огонь. Вот расскажите об этом немножко. Ну, первое я хотел бы добавить все-таки по инициативам другим, и в частности вот по Алексею Внукову, это как раз и доказывает, что генетическая память у молодежи срабатывает. Что касается акции по возрождению вечного огня, то в 91-м году ветер перемен, лихолетие, как угодно назовите, потушил в связи с бесхозностью, бесхозностью в кавычки возьмем, «Вечный огонь» по самому названию, который понятно, каким должен быть. И сейчас просто необходимо восстановить историческую справедливость. Если он вечный, если память вечная у нас, о тех событиях, которые происходили, в том числе не только где-то там далеко, но и в том числе в нашем городе. Шталок-340, давайте вспомним, давайте вспомним по гулянку, в окрестностях города лежит где-то под 200 тысяч человек. Такое не забывается, и огонь должен гореть. Или что для этого нужно? Сейчас вечный огонь зажигают два раза в год, 9 мая и в день освобождения города от фашизма, да? Что нужно, чтобы он горел постоянно? Просто заплатить за газ или это более сложный процесс какой-то? Насколько я осведомлен от ребят, которые начали эту акцию, подпитка горелки в год стоит порядка 7 тысяч латов. А технически как это сделать? Необходимо вкопать специальную пятитонную, если я не ошибаюсь, емкость, куда закачиваться будет газ. Монтаж этой емкости около 2 тысяч латов стоит. Но я вам хочу сказать, чтобы, может быть, телезрители не пугались этих цифр. Для сравнения, бюджет за прошлый год поездок в Китай был 40 тысяч, здесь 9 тысяч все вместе. Я думаю, что если не пить коньяк Хеннези, а пить всего лишь водку на банкетах, то в прекрасном можно зажечь этот вечный огонь и восстановить таким образом историческую справедливость. Ну, в крайней мере, взятки у нас дают значительно больших размеров, по слухам. Сильно сомневаюсь, что любители коньяка Хеннези откликнутся на нашу просьбу. Но вообще отклик есть, я насколько знаю, да? Идет акция, ну, вот по последней информации, 1112 латов было, я знаю, что сейчас скорее всего увеличилась сумма. То есть, в принципе, непосредственно к монтажу емкости необходимой, да, в принципе, уже подходим. Можно приступить, да. Ребята подходят к этому рубежу. Мы вот с вами, уважаемые телезрители, говорим о праздновании 9 мая и говорим не первый раз. И мне, честно говоря, всегда казалось, поскольку я и участвую отчасти в этих мероприятиях и наблюдаю, мне казалось, что все знают тех людей, которые, ну, не жалеют ни времени, ни сил, ни порой денег для того, чтобы праздник был праздником. Однако опрос, который мы провели на улицах города, свидетельствует в совершенно неожиданном результате. Я попрошу поставить этот опрос и посмотрите, пожалуйста. Кто организатор салюта 9 мая? Салюта? Точно фамилию не знаю. А может быть, вы предполагаете, какая организация или что-то? Ну, есть организация 9 мая, вот, наверное, она и организует. Даже не малейшего представления, так что ничего сказать не могу по этому поводу. Ой, не знаю. Наверное, мэр города. Я так думаю. А другие организации не считается так? Ну, Дума. А Дума, может быть, еще от каких-нибудь организаций. Как бы, может быть, наверное, все? Нет, не знаю. Как, как, не знаю. Партия, Центр Согласия организует этот праздник, который посвящается нашим ветеранам, которые освободили нашу Латвию от этого фашистского агрессора. Я думаю, что Рижская Дума? Нет, не знаю. Кто, организатор? Ну, наверное, ветеранов общества. Может быть, молодежная организация. Ну, я, конечно, не в курсе, но я поддерживаю это мероприятие. Потому что у меня два деда воевало, один даже погиб на войне. Вот, я за это мероприятие. Мы показали вам только часть проведенного опроса, но поверьте на слово, что вот единственный, кто частично угадал, скажем так, называв ветеранскую организацию, это вот единственный человек, который так, ну, хотя бы отчасти отдал дань справедливости. Все остальные, ну, вот, начиная от Рижской Думы и другие варианты ответов, то есть Нил Ушаков, оказывается, у нас организует салют. Расскажите, уважаемые гости, я обращаюсь к Юрию и к Алексею, поскольку Юрий у нас представитель оргкомитета, Алексей тоже все время принимает участие в этой работе, как мы только что услышали. Как происходит на самом деле? Как возникает праздник? День Победы делают общественные организации в рамках Организационного комитета по подготовке и проведению 9 мая, Дня Победы. Ну, как они вот собрались и говорят, делаем праздник? То есть, большая очень работа, салют один. У каждого есть свои обязанности, и выполняя их, в том числе, собирая пожертвования с добровольных жертвователей, в том числе с бизнесменов, собственно, так... То есть, за салют платят горожане, в основном, да, скажем так? Ну, по сути, да. Спонсоры? Не в основном, а практически полностью. Общественные организации, и благодаря, собственно говоря, общественным организациям, активности, их активности, ну, собственно говоря, что такое Оргомитет Празднования Дня Победы? Туда входит несколько общественных организаций. В первую очередь, это, конечно, Русская Община Латвии и ДАБАК. И благодаря действиям вот этих двух организаций, по активным действиям, и в работе с предпринимателями, и в работе с всеми организациями, от которых необходимо получить разрешение на это, одно разрешение, очень серьезное дело. И, собственно говоря, не... вот я сейчас услышал, тоже немножко удивился, ни Центр Согласия, ни Дума ни к этому не имеют вообще ни малейшего отношения в нашем городе. То есть, это уже много лет длится, и все, что было сделано, это было сделано, собственно говоря, ветеранской организацией Русской Общины Латвии и консульствами, при поддержке, конечно, консульств. Ну, вот, значит, те, кто у нас сегодня в гостях, поддерживают все-таки это мероприятие, ну, как могут, скажем так, да. Ну, и без городских властей, конечно, я хочу здесь не кровить душой, без городских властей здесь тоже не обходится, потому что все равно мы спрашиваем в них разрешение. Ну, разрешение дают, да, могли бы запретить. Все остальное, конечно, вот правильно было сказано, есть оргкомитет, он работает всегда и, в принципе, готовит. Я хочу добавить, что оргкомитет организовывает проведение мероприятий, но салют стоит денег. Мы живем во время, когда все-таки определяющие являются и финансовые траты. Что касается салюта, что касается еще ряда мероприятий во время праздника, то эти деньги поступают от спонсоров, от людей, которые могут выделить определенную сумму, большую, маленькую. Вот так же, как деньги собираются на возрождение вечного огня, так же собираются деньги и на спонсоров. От спонсоров на проведение городского праздника. Праздник этот городской, ведь не надо забывать, это не так, как раньше организовывалось городским комитетом партии или еще другими партийными или исполнительными органами. Это праздник городской, организовывается для жителей, и жители в этом празднике участвуют. Вот вернувшись к одному из первых вопросов, когда, почему стало больше? Потому что люди сами идут на этот праздник, им самим хочется принять участие в этом празднике. Наши будни, они серенькие немножко, несмотря на то, что бывает солнце, бывает дождь. Но хорошо и приятно почувствовать себя вместе с другими людьми на праздничном мероприятии, на демонстрации. Когда происходит салют, вы все знаете, что практически почти весь город собирается в парке, на набережной и смотрит, как этот салют делается. Спасибо тем спонсорам, которые выделяют эти деньги. Вот и в этом году будет обращение от оргкомитета, я просто знаю, что вместе с ними мы смотрели, обдумывали, вот такие варианты. Будет обращение от оргкомитета к спонсорам, к возможным людям, которые готовы отдать много денег, мало денег. Но когда все это соберется в одну большую, в один мешок, то это будет уже хороший-хороший праздник. Кроме всего прочего, я хочу сказать, что мы это не организовываем, но консульство это видит. Ведь подарки ветеранам войны даются, подаются от различных коммерческих структур. Различные предприятия своим ветеранам дают, либо дают просто ветеранам войны. Есть и материальная помощь. И спасибо спонсорам. Спасибо тем людям, которые помнят не только морально, но и материально поддерживают этих людей. Дипломатические представительства России и Белоруссии, насколько я знаю, всегда устраивают прием для ветеранов. Это уже сугубо ваше. Это сугубо наше. Но я данной ситуации не касался. Ну, вы так скромно умолчали, но это традиционный такой праздник для ветеранов, который Россия и Белоруссия. Могу еще сказать, что все деньги, которые собираются, они все тратятся именно на праздник. То есть нигде, никуда, ни одна копейка не уходит в сторону. Это можно подтвердить. Мы потом все равно подытожим всегда, смотрим. И они честно тратятся вот именно для этого праздника. Поэтому действительно спасибо большое всем спонсорам и всем людям, которые участвуют. Меня немножко удивило, правда, когда я послушал вот этот опрос. Что люди не знают, да. Что многие не знают, но я вот сколько смотрел, особенно когда собираются на салют. Ну, я думаю, что действительно полгорода там-то точно. А другие еще смотрят и законы, кто-то, у кого есть возможность, кто не может прийти. И радует еще раз то, что очень много приходит молодежи. И пусть это, может быть, здесь звучит не очень так красиво, но когда люди потом еще провозглашают там троекратное ура, кто собрался на салюте. Ну, немножко это вот, в общем-то, наверное, трогает не только за душу, а то, что это все было, как бы все затраты или там энергия, которая была направлена и оргкомитета, и те затраты, которые тратили спонсоры, что оно действительно доставило людям праздничное настроение, именно хорошее праздничное настроение. Потому что приятно даже то отметить, что я могу честно сказать, присматривался к этому, что именно после этого идешь и смотришь. Я бы не сказал, что было очень много мусора, что там было очень много пьяных. Это все было очень в хороших, нормальных рамках. А, кстати, охрану, я вот тоже была свидетелем на праздники там, ну, изрядно выпивший, скажем так, мужчина, значит, что-то там, он даже не скандалил, но что-то там пытался петь и танцевать. К нему тут же подошел кто-то такой в гражданском и сказал, так, мужик, давай-ка мы тут с тобой пройдем, иди уже отдыхать. Так, причем вежливо, культурно. А кто обеспечивает охрану, раз все это на общественных началах? Тоже общественники, воины-афганцы бывшие. То есть они взяли на себя такую функцию? Ну, да, Светлана Алексеевна, ну, вы поймите, мы предвидим, что, если не дай бог, при праздновании, скажем, 9 мая начнут какие-то эксцессы происходить, то есть это же за радость, как говорится, власть имущим или тем, кто заинтересован в том, чтобы этого праздника не было, этот праздник запретить. Естественно, мы это предвидим, и в рамках Аркомитета празднования Дня Победы думаем об этих обстоятельствах. И, кстати, афганцы, надо отдать им должное, сами предложили себя вот в такой роли неофициальной охраны. И выполняли, между прочим, эту свою роль, ну, очень качественно. Мало того, что они обращались к пьяным людям, вот, ну, скажем, очень аккуратно, очень интеллигентно, но старались их как-то все-таки призвать к порядку. Они к курящим пытались обратиться, то есть, ну, зная закон, что в публичных местах все-таки курить нельзя, они и к курящим подходили так же аккуратно, так же вежливо, но порядок, я не знаю, на мой взгляд, он просто идеальный на празднование Дня Победы. И всегда меня тоже удивляет количество талантливых людей, потому что концерты очень хорошие, а я же вижу, что это, ну, наши все люди, и самодеятельность, и профессиональные артисты. Кстати, такая любопытная деталь, вот сегодня, читая последние новости, я уже увидела интервью Инесси Лайзена, депутата от Национального блока, которая сказала, что непременно этот закон надо принять как можно быстрее, потому что надо успеть до 9 мая, чтобы, значит, там разнужданный этот праздник не проводился. Да, и я просто помню, может, у меня что-нибудь так со зрением, что именно Инесса Лайзена была ведущей одного из праздников на сцене. И не единожды, и не единожды. То есть она тогда работала в Дауглбилдском театре, и тогда ее вполне устраивал этот праздник. Она проводила праздник, и она готовила праздник, было время, то есть она подключалась нормально, как любой нормальный человек. Но теперь человек... Смотри, что с людьми происходит, да, в политике, как интересно. Всеми там совершенно другое дело. Да, депутатом стало. Да. Ну, я вижу по времени, что мы можем подключить к нашей дискуссии телезрителей. Я попрошу вывести на экраны телефон. Вот он появился на экране. И мгновенно звонок. Слушаем вас, пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вопрос к гостям студии. Да, пожалуйста. Общеизвестно, какое отношение в Латвии к участникам Великой Отечественной войны. К сожалению, становится все меньше и меньше, с каждым годом, с каждым месяцем. Скажите, пожалуйста, возможно ли такое, что правительство обеих стран, то есть я имею ввиду Россию и Белоруссию, примут такие решения, чтобы уравнять в правах на льготы и участнику войны в Латвии? Спасибо. Да, вопрос интересный. Прошу вас. Мы же находимся в Латвии. Латвия, Латвийская республика, независимое государство. И любые, любые, Россия могла бы пойти, может быть, даже на какие-то решения. Но любое решение со стороны Российской Федерации будет воспринято людьми, которые вышли из народа, но оказались где-то там, где принимают какие-то необдуманные решения. Они же будут на этом деле всегда обращать внимание и говорить, что Россия вмешивается в эти дела. То же самое будет касаться и России, и Белоруссии, или другое государство бывшего Советского Союза. А скажите, пожалуйста, вот Иван Николаевич Терехов, у которого интервью мы брали и показали его, он говорил, что главная проблема, конечно, для ветеранов, которым сейчас всем около 90 или чуть за 90, это здоровье. Возможности для лечения. Вот это возможно? И что делается в этом? Я могу сказать таким, что Россия не стоит в стороне, Российская Федерация. Каждый год оказывается и определенная материальная помощь, и мы в меру своих возможностей выделяем и путевки в санатории. Так, например, в прошлом году финансовую помощь на сумму 12,7 тысяч долларов в Даугавпилсе и в Латгалии была выделена 200 малообеспеченным российским гражданам. Я прошу прощения, малообеспеченным соотечественникам. Причем практически большая часть, почти все эти деньги были направлены на ветеранов Великой Отечественной войны, которым действительно живется тяжело, которым действительно нужна материальная помощь на лечение, на лекарства. Но они где-то в санаториях там в окрестностях, не очень далеко. Те деньги, которые вы получаете, они получают себе лично и уже используют на те цели, на которые они обращаются с заявлениями. В прошлом году 23 инвалиды участника войны получили путевки в санатории в Юрмалу и еще один санаторий на побережье. Кроме всего прочего, два человека лечились из числа участников войны, лечились в госпитале ветеранов войн в Санкт-Петербурге. Я хочу сказать, что вот это, почему я сначала оговорился граждан Российской Федерации. Мы оказываем материальную помощь независимо от гражданства. Причем у нас получают и граждане Латвии, и лица, не имеющие гражданства, и российские. Здесь мы не ставим, когда рассматриваем заявления ветеранов, участников войны, мы не ставим зависимость от их гражданства. Но надо сказать еще один момент, может быть это не ответ на данный вопрос. Тем не менее, Российская Федерация выделяет еще и средства на реставрацию памятников. Потому что памятники советским воинам, погибшим здесь, они, к сожалению, вот было время, когда начали врастать в землю, начали покрываться мхом. И вот выделяются определенные деньги, которые мы все делали. Принимаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Чем является Великая Отечественная война для Беларуси и России, говорить не приходит. Это всем известно. А вот в Латвии постоянно говорят о какой-то особой истории страны. И поэтому об особом отношении Латвии ко Второй мировой войне. Хотя если говорить об особом отношении, то на мой взгляд кажется, что лучше бы назвать Германию. Ведь немцы проиграли в этой войне, но я думаю, что никто из вас, так же, как и я, не слышали, чтобы на территории Германии бывшие эсэсы устраивали свои шествия, чтобы депутаты парламента срывали портреты узников нацизма. А у Латвии это сплошь и рядом обыкновенное явление. Тем более в этом году, после 16 января, шествия эсэсэсов... 16 марта вы хотели сказать. А? 16 марта. Марта, марта, извиняюсь. Да. После 16 марта очень усиленно заговорили о том, чтобы сделать официальный день, 16 марта официальным днём. Ну, представьте себе, в наше время, зная, сколько горя принёс фашизм миру, всему миру, ни одной стране какой-нибудь, назначать официальный день, день эсэсовцев. Вопрос... Вопрос выходят, Луны? Как вы расцениваете вот это разное отношение официальной Латвии и, допустим, той же Германии к событиям Второй мировой войны? Спасибо. Ну, я не знаю, кто может возьмётся ответить на это. Разрешите реплику? Да, пожалуйста. Вот, кстати, 16 марта и последние вот события, вот этот закон о советской символике, взаимосвязанные вещи. Как только, вот всё время говорят, нужно примириться, 16 марта не выходить. Вот, в принципе, сейчас 50-100 человек протестуют в Риге только антифашистов против 16 марта. И вот вам результат. Без противодействия Сейм уже принимает, пытается принять закон, запрещающий символику советскую, а значит носить ветеранам награды. Это прямое следствие. Это вот к тем, кто предлагает... Это понятно, почему человек спрашивал, почему в Германии, в России и Беларуси, понятно, а в Германии другое отношение? Господин Генконсул, вы там работали. Виктор Михайлович, прошу. Ну, я могу сказать, действительно, в общем-то, меня радует то, что и когда мы вот особенно смотрим какие-то передачи после 8 мая, да, где вся Европа празднует 9 мая, что в Германии всё действительно тоже проходит, и возложение цветов, и венки, и так далее, идут немцы. Это, наверное, всё-таки, я могу сказать, наверное, своё личное мнение. Первое, немножко вина немцев перед всем человечеством, особенно в Европе, заставляет их задуматься о том, что было сделано в те годы, в годы Второй мировой войны. И они стали всё-таки, многие, намного благороднее, и мне кажется, что даже воспитание детей у них идёт уже совсем по-другому. Чем это, как бы, вот, некоторым не хотелось, чтобы немцы были, оставались немцами, но я не называю плохим словом, которое всем привыкли говорить. И второе, наверное, и немцы, как и все мы, не хотят каких-то других трагедий, которые были. Они помнят эту трагическую историю свою, да. И было удивительно, я буквально два слова, когда, вот, я помню, был в те годы, когда, так же, как вы говорите, там, 91-й год где-то запрещалось. Да, в те времена, когда в Германии была ГДР, когда приходило много людей, как бы, ну, где-то, наверное, по призыву партии и так далее. Но всё равно закончилось, и закончились эти годы, и очень многие немцы всё равно приходили к этим памятникам, приходили на кладбище, возлагали где-то, кто мог. Это без какого-то, вот, у них по совести приходили. Было так же и в других странах, кстати. Давайте примем ещё звонок, у нас буквально несколько минут. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я работаю преподавателем в одной из центральных школ города. Директор нашей школы заявил, что мы, преподаватели, не имеем права 9 мая приколоть георгиевскую ленточку. Совершенно непонятно, почему. У многих из нас воевали родственники. Мы благодарны им и всем ветеранам за спасение от фашизма. Ленточка – это память о совершённом подвиге. Если мы не выполним указания директора, как вы считаете, что нам ждать, увольнение с работы? Спасибо. Спасибо за вопрос. Ну, Алексей, я вот чувствую по его взгляду, что он, тем более он у нас учитель. Да, я работаю в школе. Приходилось сталкиваться с такими примерами? Ну, вы знаете, я всё время ношу ленточку 9 мая. Правда, никогда не было такого, чтобы директор меня предупреждал о том, что этого нельзя делать. По-моему, это уже... Ну, не буду я раздавать ярлыки обидные развешивать. Но, тем не менее, это, по-моему, какая-то несправедливость. И тем более юридически это уж совсем, пока закон никакой не принят о использовании. Да, тем более георгиевская ленточка – это символ совсем не советский. А ещё дореволюционной Российской империи на георгиевской ленточке висел георгиевский солдатский крест, который именно солдатам за героизм, мужество давался, проявленное во время военных действий. Это ничего не имеет общего с советскими символами. Что бы вы посоветовали коллеги? Короче говоря, ну, что посоветовали? Если вы, если, тем более ваши родственники воевали, то тут вообще вопросов не может быть. Надевайте, и всё спокойно. Никто вам ничего не сделает. И напрашивается вопрос, кто-то хотел что-то ещё добавить, да? Если уволят её... Да никто не уволит. За что увольнять? Нет, просто будь Каяна обращается тогда к нам в оргкомитет. Конечно. Будем разбираться. У нас же есть и комитет по правам человека в том же здании. Я думаю, что директору будет очень трудно потом отвечать на вопросы неудобные. И хотеть по улице. И хотеть по улице. И шум этот ненужный совершенно. Не знаю. Ответьте, буквально у нас несколько секунд есть. То есть, скажите тем, кто хочет приколоть Георгиевскую ленточку, куда обращаться? И можно ли уже обращаться или с какого-то времени? Я думаю, что через пару дней мы начнём акцию Георгиевская ленточка, которая, как всегда, будет проходить в Дагупилском отделении Русской общины Латвии. А, адрес, пожалуйста. По адресу Венебус-17. Напротив главного входа в театр есть арка. В арку на второй этаж мы вас будем ждать. Я думаю, что Даутком поможет нам оповестить в новостном блоке, и когда это с какого дня конкретно будет сделано. Но обычно это делается за две недели до 9 мая, даже немножко раньше. Поэтому я думаю, что ждите. А по адресу Ригас-20 ленточки уже раздаются в ход с арки. Ригас-20. Все услышали, я надеюсь. Время нашей передачи подошло к концу. Буквально одна минута ещё у меня. Я благодарю всех участников сегодняшней передачи. Всех, кто нашёл время и пришёл к нам. И единственное, что я хочу добавить от себя лично и от телестудии Даутком, это сообщить, подсказать телезрителям, что сразу после выпуска новостей, не после нашей передачи, а после выпуска новостей, вы увидите документальный фильм, рассказывающий о тех событиях, которые произошли в Даугавпилсе от выбора до выборов. А мы прощаемся с вами. До новых встреч. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин